Вчера состоялось очередное заседание Организационного комитета. Мы рассмотрели очередную партию документов, которые были поданы в Оргкомитет. И решением Организационного комитета утвердили все пакеты документов. Таким образом, по итогам двух заседаний комитета и принятию соответствующих решений на сегодняшний день, это 36 человек, заявившихся на участие в предварительном голосовании. Среди них есть действующие депутаты? Среди них есть, безусловно, действующие депутаты, те, которые изъявили желание продолжить свою деятельность. Есть люди, которые впервые будут участвовать в предварительном голосовании и в дальнейшем выдвижении на выборы. Предварительное голосование будет рейтинговое, поэтому по итогу мы увидим расстановку сил. И самое главное, это те оценки, которые наши коллеги-партийцы дадут нам в итоге проведения праймериза. Ольга Владимировна, а вот среди новых кандидатов, тех, кто желает попробовать свои силы, что это за люди? Вот их возраст, род занятий? Люди самые разные, и хочется отметить, что в кандидатах это такое многообразие возрастных характеристик. В той части, что есть молодые, совсем молодые, средний возраст и опытные, те, которые уже не раз были в депутатском корпусе. И в принципе люди, которые уже знают жизнь, понимают ее и могут помогать, оценивать. Я считаю, что к таким людям я бы отнесла это Лебедева Людмила Владимировна, которая заявилась кандидатом на участие в предварительном голосовании. Я бы сказала, что Черкашин Сергей Михайлович, это тот человек, который обладает таким колоссальным опытом управленческой деятельности и общественной деятельности. Среди молодых я бы отметила Наталью Аникину, которая молодые, кстати, еще и управленцы директора Юшков, Пипа Ренин. Ну, то есть вот те люди, которые могут в уже сложившиеся, ну, вот какие-то представления о жизни вносить, новизну, вносить то, что их взгляд на жизнь немного отличается от людей, которые уже достаточно обладают большим опытом. Да, поэтому вот кандидаты такие интересные.